В каком городе мы будем жить через 7 лет? Продолжаем рассказывать о мастер-плане развития города Улан-Удэ до 2030 года. В конкретном плане развития, который уже согласован с президентом России, с правительством России, теперь осталось уже, так скажем, навести последние штрихи и начать эту работу. Мы поговорили уже, три программы посвятили этой теме. Сегодня будем говорить о ключевых проблемах, без которых, без решения которых город не сможет развиваться, и без решения которых в городе невозможно будет жить. Говорим, как всегда, детально, доступно, достоверно. С вами Алексей Фишев. Здравствуйте. Итак, две темы. Это чистый воздух, реализация программы в городе Улан-Удэ и строительство ТЭЦ-2, модернизация тепловых сетей. Эту тему мы не раз уже обсуждали, но теперь уже будем говорить более предметно на результат. И первым вопросом, который задали, ну, проблему, которую обозначили на встрече с Владимиром Путиным, сотрудниками авиозавода, горожане, это был чистый воздух. Как раз об этом и спрашивали у президента. И первое, с чего началось совещание президент, когда находился в Бурятии, именно с чистого воздуха. Давайте напомним. У меня такой вопрос еще есть по поводу нашего города. Всем известно, что у нас город задыхается от выбросов котельных, дыма, газа, сажа. Да, 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 понятно. Дышать невозможно. Есть такая федеральная программа, чистый воздух. Как-нибудь мы можем в ней тоже участвовать? Что касается Улан-Удэ, вот мы тоже с губернатором разговаривали. Здесь, конечно, нужно, я знаю, есть идея, предложение переходить на электрическое, значит, использование электричества, субсидировать. Это будет стоить где-то полмиллиарда в год, 500 миллионов. Вначале я хотел бы обозначить несколько ключевых вопросов, которые должны найти отражение в этих мастер-планах. Первое. В Чите и Улан-Удэ стоит острая проблема загрязнения воздуха. Вот сейчас только на предприятии, где мы находимся, встречался с рабочими, и люди как раз поднимают этот вопрос. И понятно, почему. Потому что проблема действительно острая. Основным источником загрязнения является частный жилой сектор. Люди вынуждены, именно вынуждены отапливать дома углем и дровами. Я уже сказал, и еще раз подчеркну, именно вынуждены, потому что других возможностей просто нет. Я обращаю внимание коллег, это системная проблема, и она требует системного подхода для решения. Проблема обозначена, вы поставлены на первое место в ее решении, но более уже предметно обозначил всю проблематику. И в каком направлении мы будем двигаться, решая проблему загрязнения воздуха в Улан-Удэ, уже в своем докладе обозначил Алексей Циденов. В части инфраструктурного обеспечения и экологии. Первый вопрос чистый воздух, Владимир Владимирович, вы на него уже обратили внимание. В зимний период у нас концентрация бензопилена в отдельные дни превышает 50 раз ПДК. Непосредственно в городе насчитывается более 45 тысяч частных домов. Топятся они дровами и углем, а также в городе 144 муниципальных и ведомственных котельных и порядка 2900 малых угольных котлов в сладских производственных торговых объектах. Частный сектор в количестве 26 тысяч домов, как первый этап, прилагается перевести на электроотопление. Рассчитали, выбрали районы, не все, но те, которые наиболее влияют на экологию, где наиболее изношены сети. И предлагаем как раз именно в этом плане двигаться. При этом для того, чтобы это реализовать, нужно модернизировать электросети, как собственность Россетей, так и иных территориальных сетевых организаций, не входящих в Россетей. Все по полочкам сейчас разложим. Все то, что глава Бурятии сказал, всю проблематику сейчас подробно проговорим. Ну и начнем вообще с причин. Почему в городе вот такая ситуация сложилась? Это не крупный промышленный город, если там не Магнитогорск, не Челябинск, не Красноярск. Для того, чтобы было много источников масштабных загрязнений. Почему? Первая причина – это природно, так скажем, климатические, географические условия, в которых находится наш город. Ну давайте визуализируем это для начала. Улан-Удэ расположен в Забайкалье, в долине рек Селинга и Уда. Вместе их слияние между хребтами Хамардабан и Улам-Бургасы. Такая геофизическая особенность не дает рассеяться воздушным массам во время зимних антициклонов. Феномен атмосферной инверсии, когда обогащенный влагой дым из труб становится тяжелее воздуха, запирает грязный воздух сверху. В результате с 2013 года фиксируется загрязнение атмосферы, которое Роспотребнадзор характеризует как очень высокое. Есть такая особенность и теперь уже научное обоснование, почему так происходит более детально. Давайте послушаем уже экспертов от науки. Феномен атмосферной инверсии. Суть феномена заключается в том, что загрязненные воздушные массы, имея большую массу, чем атмосферный воздух, скапливаются в наиболее густозаселенных низинных частях города. Кроме того, в течение зимнего периода над регионом формируется обширная область высокого давления, которая находится над Центральной Азией и Сибирью. Этот так называемый азиатский или монгольский антициклон обеспечивает фактический штиль на протяжении двух-трех месяцев. Улан-Удэ располагается практически в центре этого явления. Таким образом, загрязненная воздушная масса не имеет возможности рассеяться. Ну вот, не являясь крупным промышленным центром, не повезло нам с географическим расположением. Вот это особенное условие, которое провоцирует, так скажем, или аккумулирует эту проблему. Ну а кто же загрязняет? Кто является основным источником загрязнения воздуха в Улан-Удэ? Давайте посмотрим, казалось бы, это может быть и ТЭЦ, и еще кто-то. Но нет, нет, это, конечно же, ни для кого не секрет. Это частное домовладение. Где-то, ну смотрим, порядка 60-70% выбросов производят именно печи, которые топятся дровами, углем, углем все чаще. Доля автономных источников юридических лиц, это небольшие котельные в магазинах, на СТО и так далее, тоже вносит свой вклад. Ну, примерно равнозначные, как и теплогенерации. То есть у нас очень, помимо ТЭЦ, у нас очень много котельных. Больше 50, если говорить про крупные котельные, она расположена в ГУЛ-Удэ. Но, несмотря на это, все-таки основной источник – это частные домовладения. И в чем же особенность города Улан-Удэ, в отличие от других? Покажите, пожалуйста, сколько у нас частных домовладений. Мы видим 45 тысяч частных домов – это только на территории города, не считая пригорода. Там Нижний Саентуй, Солдатский и так далее, и Волгинского района – только в городе расположены. И посмотрите, в разы больше, чем в Красноярске и в Иркутске. Вот еще одна особенность города Улан-Удэ. Это при том, что, напомню, город Улан-Удэ сопоставим по территории с Красноярском и Иркутском, и даже немного больше по территории. И представляете, насколько больше уже частных домов. И если посмотреть про застройку, про пропорции застроек, какая доля частных домов застройки, покажите, пожалуйста. Здесь тоже особенность. Многоэтажная застройка составляет всего лишь 30% от территории города. 70% территории застроено частными домовладениями. Вот еще одна особенность города. Когда складываются географические, климатические особенности, и плюс вот эта жилищная особенность застройки города, вот и получается вот этот эффект, когда у нас происходит загрязненный воздух. Ну и кто загрязняет, в какие районы, где сосредоточены частные дома, тоже ни для кого не секрет. Давайте еще раз в этом убедимся. Это Левый берег. Левый берег – это зона Шишковки, Аршан, Верхняя Березовка, и это зона Горький Комушка. Вот три основных таких вот источников загрязнения, где расположены частные дома, которые топятся дровами и углем. Вот проговорили мы всю причинно-следственную связь, почему это происходит. Дальше уже будем говорить, а как это будет решаться. Но прежде чем задать этот вопрос, я задам вопрос, если что добавить к вышесказанному мною, у нас в гостях сегодня министра природных ресурсов и экологии Республики Наталья Николаевна Тумреева и председатель проектно-аналитического комитета администрации Улан-Удэ Вадим Иванович Эмидеев. Наталья Николаевна, Вадим Иванович, если добавить что-то, может быть, что-то я упустил, так скажем, в обосновании этой проблемы. — Добрый вечер. Добавить, на самом деле, нечего. Я тут приготовился уже читать лекцию по ходу того, что такое инверсия и так далее. Но вот как бы все было доступно музыку, мне кажется, объяснено. Как раз такие показы на действительно участке, которые наступили. — Вадим Иванович, проверка связи, Вадим Иванович. — Добрый вечер, уважаемые зрители. Все таки есть, добавить ничего. — Все хорошо. Движемся дальше. Итак, вспомним, что говорил в докладе Алексей Цыденов. Он говорил, что решение этой проблемы разобьют на несколько этапов. В первом этапе это коснется 26 тысяч домов. Не 47, а 26. Наталья Николаевна, что это за дома и почему именно их выбрали? — Мы, наверное, с вами понимаем, что сразу все 45 тысяч домов мы, естественно, не сможем единовременно перевести на электротопление. Поэтому было принято решение поделить, действительно, на несколько этапов. Ну, это вот как раз наши самые загрязненные участки. Это Левый берег, Шишков-Каршан-Стеклозавод, Комушко-Горький и поселок Забайкальский. То есть это те как раз дома, которые... В смысле, те как раз участки, где, собственно, у нас наибольшее загрязнение, по нашим данным, и скапливается. То есть именно эти участки, либо, допустим, в этих участках, но не все дома, чтобы нам понимать, будет какой-то выборочный выбор домов? Либо то, что вы назвали эти участки, все дома, расположенные там, попадут в эту программу? Попадут, естественно, все дома. И у людей будет... То есть здесь вот если говорить про перевод именно на электротопление, у людей, естественно, будет выбор. Тем, кто хочет это сделать, будут за счет бюджета федерального, будет закуплена вся система отопления, электротопления. Про это мы скажем, про эту деталь мы скажем. Хорошо. Все, кто хочет, в этих зонах. Ясно. Так, следующая проблема, с которой мы схолкнемся, без решения которой невозможно дальше двигаться, это, конечно же, нагрузка на электросети, которая существует. Мощность вывезут ли они, когда все эти 26 тысяч домов подключатся. Существующие сети, конечно же, не смогут это сделать. И здесь необходима модернизация сетей. В этом вопросе тоже уже есть поддержка правительства России. Давайте послушаем зампреда правительства Новака. По переводу на электротопление частных домовладений, о которых тоже только что говорили, мы также поддерживаем этот перевод. Единственное, на что я хотел бы обратить внимание, это потребует, как я уже сказал, дополнительной мощности, и мы ее учли в наших планах. А также развитие сетевой инфраструктуры. Вот по сетевой инфраструктуре пока у нас нет источника финансирования. И мы здесь рассчитываем на те бюджетные кредиты, о которых было сказано, что это 100 миллиардов, которые будут выделены в целом на мастер города. Поскольку у Россети Сибирь собственных источников там нет. Я хочу сказать, что по нашим оценкам это 19 миллиардов рублей на три года. На первом этапе это 8 миллиардов рублей. И я думаю, что Алексей Самбуевич тоже меня в этом поддержит. Мы это тоже обсуждали. Будет финансирование, значит, уже в источниках определяции это финансирование будет. А еще раз повторю, 19 миллиардов это на все этапы. И на первый этап 8 миллиардов рублей, которые будут выделить на модернизацию сетей. Вадим Иванович, вам вопрос. Во-первых, в каком состоянии сейчас сети, каков их износ. Второй вопрос, что делается сейчас, не дожидаясь мастер-плана. И третий вопрос, уже касаемо чистого воздуха. Какие планы уже, куда эти 8 миллиардов потратят? Вот сразу все вопросы задал. Отвечайте. Ну, я бы хотел прокомментировать уважаемого Александра Валентиновича Новака. Когда был ледяной дождь в Приморье позапрошлый году. И порядка полумиллиона жителей там осталось без электричества. Федерация начала, вроде бы как, решила помогать. Но выяснилось, что сети частные. И никаким образом нельзя довести до них финансирование. Вот о чем господин Новак и сказал. Ни одной федеральной программы, ни одной госпрограммы на сегодня на поддержку электроэнергетики нет. Это большая проблема. То есть в наследии 90-х, когда создавалось очень много разных маленьких и очень маленьких компаний. Там, которые занимались перепродажей, раствором электричества, не вкладываясь никоим образом в реконструкцию, в развитие. Она на сегодня в ЛНД дошла практически до абсурда. И именно поэтому нам сейчас приходится вкладывать именно такие огромные средства на то, чтобы не то, чтобы перевести на электроотопление, а на то, чтобы просто обеспечивать людей электроснабжением. Хотя это полномочия муниципальные, еще раз повторюсь, ни одного источника нет. То есть нам остается только надеяться на добрую волю собственников, которая, скажем так, не спешит проявляться и вкладываться в эту инфраструктуру. Какой износ? На сегодня подтвержденный износ, который зафиксирован в схеме и программе развития электроэнергетики, по оборудованию 84%, по сетевому хозяйству чуть выше 80%. И большая часть из этого оборудования, которое есть, она работает уже второй или третий свой нормативный срок. То есть фактически мы сидим на бочке с порохом и чувствуем на себе, что время от времени раз в год, раз в два года у нас случаются совершенно катастрофические истории, что недопустимо. Что делается, не дожидаясь сейчас вот этого финансирования? Какие уже действия происходят для того, чтобы хотя бы поддерживать нормальное состояние сети? Да, 22-й год, прошедший год, было достигнуто два очень хороших результата. То есть уже фактически что реализовано, это 25 участков электроэнергетического хозяйства. Игорь Юрьевич Футенков обратился к Алексею Самбуловичу Цаденову с просьбой о поддержке. Алексей Самбулович выделил 56 миллионов на те ДНТ, СНТ и участки ИЖС, в которых ситуация была просто катастрофическая. Если вы помните новогодние праздники, 21-22 год, была записана серия видеообращений к мэру в главе. Помогите, спасите, трансформатор сгорел, напряжение 140, холодильник не включается, как быть? На сегодня эта ситуация, за 22-й год комитет городского хозяйства и подрядной организации привели 25 участков в соответствие. И сейчас у людей хотя бы есть надежное энергоснабжение. Следующим этапом будет уже расширение, скажем так, мощности для того, чтобы была поставлена большая мощность на перевод электроотопления. Еще второй результат 22-го года. Мы полностью обследовали все электроэнергетическое хозяйство. Работа такого уровня, она есть, вот как нам признавались энергетики федеральные. Вы сделали работу, которая есть только в 8-10 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, которые обязаны это делать. И на сегодня мы понимаем все проблемы, все полячки. И более того, подрядной организации нам предложено очень высокого уровня. Кстати, ребята делали СИПР для Москвы. И предложено решение по каждому участку. Это очень хороший, позитивный результат. 8 миллиардов рублей направят. Вот вы говорите, 56 миллионов решили, 25-26 ДНТ. А тут 8 миллиардов рублей. Это гигантские объемы работ. Вообще, в какие сроки можно эту проблему решить, когда эти деньги вообще дойдут уже? И какие объемы необходимо будет сделать работу? Вот эти 8 миллиардов, они разбиты на те 4 участка, о которых сказала Наталья Николаевна. Это, во-первых, Левобережье, огромный участок, там 11 тысяч домов Советского района, 16 тысяч Волги, Шишковка, Аршан, Комушка, Горький и отдельно стоит у нас Забайкальский. Ну, примеры пропорционально, они разбиты там по 2,5-3 миллиарда, соответственно, это составляет в итоге 8. Я на что хотел обратить внимание. Вот эти 56 миллионов, которые были направлены в этом году на ремонт и реконструкцию небольшую, это работы на самых низких сетях 0,4, то есть те, которые идут у нас вдоль улиц. Но весь город у нас запитывается от 9 центров питания. И если вот с таким небольшим объемом увеличения мощности еще как-то справляется система, то когда мы говорим уже о масштабном переводе, там порядка 26 тысяч домов, то нам надо уже расшиваться на уровне порядка 110, где-то 220 даже. То есть это очень высокий уровень напряжения, это фактически 9 центров, которые питают весь город, и их нужно расшивать. И поэтому цифры на вот это вот обновление, они вот достаточно такие высокого порядка. Ясно, то есть, ну, энергобезопасность коснется уже всего города, не только частных домов. Понятно. Переходим к следующей теме. Понятно, суть программы «Чистый возраст» заключается в том, что тариф на электроэнергию действующие будут субсидировать. Для того, чтобы стоимость отопления в доме была близка к стоимости отопления углем. Для того, чтобы, ну, большинство потребителей, так скажем, не почувствовали разницу и были готовы провести этот переход. Владимир Путин уже обозначил некую цифру, это полмиллиарда рублей в год необходимо будет тратить на первый этап перехода программ «Чистый воздух», для того, чтобы субсидировать, гасить вот эту разницу между действующим электроэнерготарифом и, вот, который должен быть доступен для потребителя. Наталья Николаевна, есть ли уже какие-то данные, цифры, какую плату, по крайней мере, предварительно будут платить те, кто примут участие в программе «Чистый воздух»? Какой тариф будет для них льготный? Да, про тариф, наверное, Вадим Иванович скажет, какой будет тариф. Мы больше просчитывали, конечно, в целом, сколько нам это понадобится, категории граждан, которые должны под этот тариф попасть. То есть мы понимаем тоже, что это, опять-таки, будут не все. И на сегодняшний момент мы просчитали те категории граждан, которые уже сейчас получают субсидию на дрова, ну, то есть на твердые виды топлива и на уголь. И сюда же добавляем еще участников специальной военной операции. То есть это было просчитано как бы в целом. Примерно в количестве сколько? Вадим Иванович, по цифрам у нас... Хорошо, хорошо. Вадим Иванович, вам вопрос. Но я сейчас еще раз резюмирую то, что сказала Наталья Николаевна, что не все 26 тысяч получат данный льготный тариф, а те, кто сейчас уже получают социальные доплаты по топлению углем и дровами, то есть это люди, у которых низкие доходы, ну, так скажем, прямо и понятно. Вадим Иванович, ну, вам слово, цифры, так скажем, у вас все. Ну, начнем по порядку еще раз. Какой тариф планируется, какой тариф обсуждается, льготный тариф для участников программы «Чистый воздух»? Я бы хотел добавить, Наталья Николаевна тоже об этом сказала, заакцентироваться. То есть льготный тариф будет предоставляться, во-первых, тем, у кого доходы не дотягивают до прожиточного минимума, да, то есть вот эти социально незащищенные наши слои, и плюс семьи участников специальной военной операции. Что касается тарифа, то сейчас, на сегодня, если говорить, то мы ориентируемся на то, чтобы, как опять-таки я сказал Наталья Николаевна, то, чтобы затраты на электроотопление равнялись затратам на дрова. Очень интересная история происходит с этой пропорцией. Дело в том, что стоимость дров у нас растет каждый год, и чем выше стоимость дров, тем, соответственно, уменьшается разница между электроотоплением и дровяным отоплением. Если сидеть на месте и вообще ничего не делать, то в обозримой перспективе в какой-то точке сойдутся стоимость затрат на дрова и стоимость на электроотопление. Вот буквально вчера-позавчера в Ланде с визитом был Павел Генч Акилин, это директор Россети Сибири, ну, и главного офиса в Красноярске. И как раз-таки выезжали на СНТ-профсоюзник, это тот участок, там порядка 600 или 700 домовладений, как раз-таки тот участок, где в этом году были отремонтированы сети. Была доведена информация по станции Бурвод, что каждую зиму идет увеличение потребления, сопоставимое с переводом на электроотопление порядка 1000 домов. То есть мы не знаем, да, кто конкретно это потребляет, потому что такую статистику не копали. Но если взять во внимание, что средний дом у нас 60-62 квадрата, то примерно получается, что 1000 домов уже сейчас без всякого субсидированного тарифа переходит на электроотопление. То есть это становится все доступнее и доступнее, как раз от обратного, да? Мысль понятна. И вот если мы берем на сегодня, вернее, нет, если мы берем это на 2020 год, когда мы начинали это рассчитывать, то там была цифра порядка рублей 50 за 1 кВт-час. Сейчас эта цифра, с учетом того, что дрова выросли, она скакнула уже почти за 2 с небольшим рубля за кВт-часов. То есть при этом тарифе сравнивается с затратами на электрическое и дровяное отопление. То есть через год, через два эта цифра будет еще меньше, просто за счет того, что у нас дрова растут стоимость и все время растет их цифр. Но поскольку задача поставлена выровнять затраты, то будем пересчитывать, и к тому времени, как мы отреконструируем сети, там уже появится вполне конкретная цифра. Ну, как-то так, даже сказать мне нечего, как бы все-таки зависеть от того, от... Ну, я не знаю все-таки, кто продает дрова, да, все-таки на этом же наживаются кто-то, да, создает искусственный дефицит, ну, я так понимаю, да, есть некая монополия, и как бы зависеть в данном случае от этих вот товарищей, не совсем чистых на руку, от этого в этом тарифе, мне кажется, все-таки это более такая искусственная вещь, стоит ли на нее ориентироваться, только на нее, точнее, ориентироваться, может все-таки исходить из, ну, наверное, доходов семей, потребностей семей, то есть если я, ну, я думаю, от имени всех горожан это и говорю, то есть все-таки задача это сделать так, чтобы это было доступно, а не дорого, вот, поэтому, ну, повторюсь, наверное, все-таки, наверное, искать какой-то оптимальный нужен выход из ситуации. Ну, я бы здесь, да, на самом деле поспорил по поводу того, каким образом формируется у нас себестоимость доставки дров в Улан-Де, да, то есть мы понимаем, что человеку выделяется Деляна, у него есть там свой грузовик, он едет, тратит свое время, но все-таки затраты приезжает, есть какой-то не очень большой, скажем так, маржой, реализует это здесь. И все это достаточно плотно, скажем так, прорабатывалось в 21-м году, когда пошел резкий скачок, ну, был такой вал из соцсетя, и когда было принято решение всем районным рискозам подключаться к этой проблеме, ну, как бы, немножко проблема выродная, но, не менее, в минус никто. Ясно, да. Ну, тема дискуссионная, мне кажется, все-таки будет найден оптимальный вариант в данном случае, может, об этом еще пока рано говорить. Если мы двигаемся в этой паразитме, ближе к теме, будет понятно. Хорошо. Я хотел бы еще все-таки уточнить, вы говорите про льготных, вот если кому будет субсидироваться тариф, перечислили льготников, так скажем, и количество какое? 26 тысяч первый этап, на эту льготу сколько могут претендовать? Сколько сейчас уже получают льготы на дрова? Есть цифра такая? Хотя бы понять пропорцию. Если мы говорим о мерах поддержки и переводе на электроотопление, то меры поддержки будут представлены всем. То есть в заявительном порядке. Нет. Если говорить по форме поддержки, да, то субсидирование льготного тарифа мы сейчас рассчитываем примерно 15 тысяч домовладений. Это треть. Это треть. Да, да, да. Три. Да, от нашего частного. Все, цифру услышал. Хотя бы понимать масштабы. Так, ладно. Решили проблему, значит, с электросетями. Нашли адекватный, значит, размер субсидий на льготный тариф. Котлы. Вопрос встает. А где оборудование недешевое, не для всех доступное? И за счет чего, и за счет кого это будет финансироваться установка котлов? И здесь уже Алексей Цыденов обратился к Владимиру Путину вот с какой просьбой. Владимир Владимирович, вы давали поручение в регионах, где проходит газификация населения, также предусматривать и финансирование домового оборудования для бытовых газовых котлов. Прошу и в рамках перевода на электроотопление также предусмотреть финансирование домового электрооборудования. В рамках мастер-плана это есть, оно прорабатывалось предварительно с предчастными. Вот такая просьба, такое предложение, то есть финансировать установку котлов за счет бюджета, не за счет потребителя. Хорошее предложение, и его на том же совещании поддержало правительство. Послушаем Новака. В рамках проекта «Чистый воздух» потребуется, и такие решения сегодня на совещании планируется принять, если вы поддержите, Владимир Владимирович, субсидирование затрат граждан на закупку электроотопительных устройств и на техническое присоединение дополнительной мощности, а также на покупку котлов. Это как вот при социальной газификации, для отдельных категорий такая поддержка осуществляется, при переводе на электроотопление тоже мы поддержим, что необходимо оказать соответствующую поддержку, иначе люди самостоятельно не справятся с такими расходами. Хорошее решение, безусловно. Наталья Николаевна или Вадим Иванович, кто из вас ответит чуть поподробнее на этот вопрос? Какие суммы, возможно, на это потребуются? Ну, во-первых, всем, независимо, да, я правильно понял? Не только льготникам. Заявительный характер, да. То есть все без исключения, независимо от доходов? Без исключения, независимо от доходов, все, кто хотят подключаться, перейти на электроотопление, им это будет субсидироваться из бюджета. Это на сегодняшний момент тоже просчитывается. Сейчас вот как раз составляется комплексный план, то есть мы к сентябрю месяца должны полностью высчитать комплексный план. Но мы пока распределили уже мероприятие там. И вот это мероприятие там тоже есть. Ясно. Ну, такой уже, может быть, еще нет ответа на этот вопрос, но все-таки, Вадим Иванович тоже, может, поможете. Какие котлы? Будет какая-то установлена средняя стоимость котла, и эту среднюю стоимость будут давать? Либо вот купил котел самый дорогой, тебе его компенсировали. Вот сейчас... Ответить на этот вопрос. Да, действительно, будут приняты решения, то есть самые эффективные котлы. Потому что, ну, то есть здесь будет специфика, естественно, учитываться, опять-таки, города, специфика тех организаций, которые у нас этим занимаются. И будут выбраны несколько вариантов. Понятно, что там, если человек хочет себе, не знаю, там супер какое-то там отопление, крутое там поставить, оборудование вернее, то там, конечно, уже нет. То есть будут определенные несколько видов. Ну, возникает вопрос. Ну, ответов, наверное, еще нет. Но давайте порассуждаем. Либо это будет финансирование деньгами, да? Либо централизованный закуп котлов. Ну, вообще, рассматривается вариант того, что город будет... Ну, как бы, будет подрядная организация выбрана, та, которой будет заниматься именно установкой котлов. То есть деньги людям выделятся в прямом виде таком... То есть будет выбрана именно организация. Но это сейчас тоже все прорабатывается. Да, я понял. И здесь сразу возникает вопрос. А 26 тысяч котлов одномоментно найдется вообще в России, да? Для того, чтобы их установить. И здесь сразу же возникает вопрос. Если будет такой массовый запрос, не возникнет ли с одной стороны рост стоимости этих котлов, да? Потому что с запросом растет эта стоимость. Либо наоборот, можно будет оптом закупить и уже по оптовой цене купить котлы. Я сейчас рассуждаю. Ну, такие достаточно понятные обывательские рассуждения. Это тоже все обсуждается. Это все ищется варианты, да? Как раз таки, да. И к тому, что будет предложено несколько вариантов. Потому что мы понимаем прекрасно, что там действительно одной марки котлы поставить всем. Ну, 26 тысяч разом мы это все равно не сделаем. То есть, поэтому сейчас просматриваются разные варианты. Ясно. Так, ну и финальный вопрос. Сроки. Когда это начнется? Когда это все начнет реализовываться? Давайте послушаем уже министра природных ресурсов России Козлова, который выступил с докладом уже Владимиру Путину. Ему слово. Наша задача в этом году посчитать, сколько, где и оформить сводные расчеты, которые будут влиять на последующий результат. Ну, чтобы мы должны понять загрязнители. И Роспотребнадзор в течение 4 месяцев определит через лабораторное изучение, какие показатели должны уменьшиться по веществам. И в течение 3 месяцев мы должны разработать планы и перейти на реализацию уже того, что задумано. В принципе, это получается середина следующего года. Предложение. У нас в 2025 году есть финансирование на эту программу. Оно согласовано с Антоном Гермичем и сидит в федеральном бюджете. Алексей Самбуевич закончит проектирование уже в этом году на часть работ. Если мы с 2025 года часть денежных средств с Антоном Гермичем по согласованию перебросим на 2024, то мы уже в начале следующего года можем перейти к реальным работам в этом городе. Я считаю, это правильно. И параллельно синхронизировать эти работы. И начать наводить порядок в городе Улан-Идэй. Ну, сразу, Антон Гермич, это Силуанов, это министр финансов. То есть, у кого все деньги, так скажем, кто держит. И от решения которого зависит, какие средства вы делаете и когда. Ну, понятно. Наталья Николаевна, про сроки. То есть, понятно, что ближайший реальный срок, это середина следующего года, как сказал Сказлов. Но есть возможности в этом году начать. Насколько это реально в этом году. Я, опять же, исходя из того, что для того, чтобы начать, надо отремонтировать сети. 8 миллиардов. Вообще, реально, ну, вот уже там с осени уже подключать. Я как-то сомневаюсь в этом. Чисто из практически каких-то понятных причин. Вам слово. Ну, здесь Александр Александрович говорит как раз движку не совсем на 23-й год. Он же с 25-го на 24-й год. С этой передвижкой как раз таки мы согласны. Прямо двигать на 23-й год действительно сложновато, потому что, ну, вот уже вот мы сейчас, если те, кто работает с бюджетом, понимают, что уже практически полгода прошло. И прямо сейчас вот бежать там использовать какие-то средства, ну, наверное, уже не надо. И все-таки проект будет завершен, действительно, до конца 23-го года, то есть мы должны сделать. Я считаю, что 24-й год, начало 24-го года, это вот как раз таки вполне адекватный срок. Ну, и вот мне все-таки хочется сказать, можно, Алексей, по поводу экологической составляющей, я же не могу про это и говорить. То есть мы просчитывали с организацией, то есть вот как раз Александр Александрович говорит про то, что задействовано очень много организаций в просчете именно экологического эффекта. То есть это и Роспотребнадзор, да, на сегодняшний момент они считают, и Росприроднадзор, который делает сводные расчеты. То есть у нас плюс был в чем? В том, что мы сводные расчеты сделали сами в прошлом году. И то есть у нас есть на что уже ориентироваться, и поэтому как бы Росприроднадзор более-менее, они проанализировали наши сводные расчеты и уже, ну, как бы, картину все равно видят. То есть это для них тоже такая была большая помощь. И вот компания ИП, которая нам проводила сводные расчеты, они сделали, вот мы экспериментально тоже их попросили, посчитать по левому берегу, если мы переведем весь левый берег на электроотопление, насколько снизится у нас выброс в атмосферный воздух. И вот такие вот предварительные тоже данные, потому что, понятно, берутся расчетные точки, там тоже методика определения, но они достаточно такие серьезные, впечатляющие. То есть если посмотреть по оксиду углерода, в разных точках это от 17 до 88% уменьшение идет загрязняющих веществ. И бензопирен это тоже, ну, в разных точках тоже от 12 до 92%. То есть на 92% уменьшить количество бензопирена, ну, это вот вообще, я считаю, что очень хорошо. Ясно. Ну, давайте, раз мы начали про экологию, давайте все-таки напомним, каковы сейчас последствия. Что сейчас у нас, чем мы дышим в воздухе, особенно в зимний период, вот в этих условиях инверсии. И как это отражается на нас. Вы-то в этом деле профессионал с научной точки зрения. Наталья Николаевна. Ну, это однозначно у нас превышение, уже Кистанбович озвучивал, да, по бензопирену, это в 50 раз. По оксидам углерода у нас тоже в некоторых точках, в некоторое время, то есть бывает превышение, там же до 80 раз превышает. Естественно, это отражается на нашем здоровье, потому что все мы этим дышим, а здесь уже и легочные заболевания, и сердечно-сосудистые заболевания. На самом деле, Роспотребнадзор ведет таких конкретных исследований о том, что связь заболевания, ну, допустим, легочных заболеваний с загрязнением воздуха, они, конечно, не проводились. Ну, вот просто вот, если сопоставить, вот как правильно выразиться, не ради интереса мы это делали, а вот просто вот посмотрели, брали статистику по некоторым, там, медицинским учреждениям, да, у нас, как бы, это проблема. Кстати, здесь, как бы, при прямой связи доказать медицинский достаточно сложно, поэтому, собственно, об этом, как бы, никто не говорил. Ясно. Вадим Иванович, вам слово. Я сразу хочу сказать, что мы уже не успеваем проговорить про ТЭЦ-2, там тоже достаточно большой объем информации, данных, в том числе позиций и главы государства, и главы Бурятии, и министров правительства России. Мы проговорим это на следующей, уже не в следующей программе, так же, как и по газификации поговорим подробно, есть что сказать. Вадим Иванович, давайте подытожим уже с технической точки зрения то, что мы сейчас обсуждали. Как вам видится, когда все-таки эта программа начнет реально стартовать, и из чего, когда нам ждать первый, так скажем, подключенный дом с первым тарифом и так далее, с первым котлом бесплатным и так далее? Вот то, что Наталья Николаевна сказала, да, ограничения по бюджетному циклу это раз, то есть, ну, действительно, деньги это 24-го года на реконструкцию первого, скажем так, пилота. Сейчас мы его планируем. Мы находимся в ограничении, во-первых, технических, потому что, ну, о чем уже говорилось, да, на какой-то определенный объем, порядка там тысячи домов, расширить подачу мощности, чтобы можно было переходить на электроотопление. Это реально сделал 24-й год. То есть, 24-й год, это, скорее всего, отопительный период 24-25-го года, это тот момент, когда мы порядка тысячи домов на левом берегу в пилотной зоне, самый загрязненный, самый тяжелый, переведем. То есть, в этот момент людям будет доступно то, что вы говорите, да, по предоставлению льгот. И самое главное, что у них будет обеспечена техническая возможность. То есть, есть законы физики, да, что обогрев одного квадратного метра – это порядка 10 киловатт, но, соответственно, от этого никуда не деться. Там есть разные варианты электроотопления, там, теплые полы, кварцевые, инфракрасные, но все они пляшут около одной и той же цифры, да, то есть один квадрат, чтобы отопить, нужно 10 киловатт энергии. Соответственно, если нижняя часть у нас все будет готова, то верхняя, она не справится с большим объемом, то есть весь левый берег, там, в 2004-м году на электроотопление перевести – это нереально с технической точки зрения. Поэтому заходим в 2004-м году, тут уже задача и мэром, и главой, и просто на таком уровне все это звучало, на уровне президента, да, что тут уже все, а стопать некого. Дальше этот год – это первый этап. Ясно. Хорошо, поэтапно, да, а в какой сроке можно уже завершить программу, то есть 26 тысяч домовладений будут обеспечены этим? Ну, в такой достаточно пессимистичной и осторожной манере, да, мы рассчитали это на 24-25-26-27-й, то есть что в конце 27-го года у нас окончательно уже будет весь этот объем расширения. Как это будет, покажет время, и особенно в ближайшие полгода, когда мы будем проектировать тот объем, с которым мы зайдем в 24-й год. Ну, это мы говорим сейчас про первый этап. Глава Бурятии сказал, что будет несколько этапов, да, то есть на этом не остановимся, дальше будет развиваться эта программа. Да. Все. Я думаю, мы очень подробно, детально, доступно проговорили. Спасибо вам, Наталья Николаевна, Вадим Иванович, вам спасибо в очередной раз, что находите время так вот поговорить на важные темы для каждого из нас, которые касаются каждого из нас. Даже тех, у кого нет, кто не живет в частных домах, уже сам грязный воздух касается каждого из нас. Ну что ж, эта проблема решается, будет решена. Это уже четкие планы, согласованные с президентом, уже конкретные суммы, заложенные в бюджет. Осталось только пожелать, чтобы все это было, работало в срок, качественно и справедливо. Спасибо большое. До встречи в эфире. Дай всех вам здоровья. Продолжение следует...